Шаба Това Гутево, хорошая неделя, здравствуйте. Мы в 23 главе книги Мишлей, посук номер... момент... номер 20. Мы начинаем 20-й посук... как я думаю... да... нет, 19-й посук мы начинаем. Мы начинаем 19-й посук, 23-й главы книги Мишлей. Говорит Шлома Меллах, слушай, ты сын мой, и будь мудр, направляй сердце твое на верный путь. Ну, я уже несколько посуким прочитаю. Не будь между упивающимися вином среди обжирающихся мясом. Пьяница и обжора обеднеет и сонливостью оденет их в лакмоте. Слушайся... окей, пока достаточно. Значит, что у нас получается? В начале на иврите читаю. Шма ата бни вэхахам. Ва ашер бедерих лебеха. Слушайся ты, мой сын, и мудрей, и так будет по дороге... В дороге сердца твоего. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит, что слушай меня, сын мой, ты мой сын. Это соответствует тому, что сказано было раньше. Им хахам лебеха и смах леби. Что если будет твое сердце муторым, то мое сердце тоже наполнено, будет радоваться. Теперь он продолжает эту мысль и говорит, что ты, сын мой, несмотря на то, что ты еще не стал мудрым сердцем по дороге к этому вопросу, и сердце-то все еще далеко от мудрости. И так же время, когда придет мудрость в твое сердце, бой на тайм, пока этого не произошло, получается, что идет постоянная война между... война с Таевой, с Ецаргорой, что это обратное тому, что мы объясняли, что такое мудрость сердца. Мы сказали, что человек, который достигает мудрости сердца, это человек, который владеет своими чувствами, и Таева у него не работает. Он отключил ее, и Ецаргора, в общем, тоже не работает, потому что сердце помудрело, и оно само знает, как себя вести. В то время, пока сердце не помудрело, и, соответственно, оно еще не радует от твоего отца, то, тем не менее, в это время ты находишься в войне, и это сердце не называется мудрое сердце. Но ты должен слушать и принимать слова мудрости, и быть хахамом, быть мудрым для того, чтобы ликнот хохма, для того, чтобы приобрести себе мудрость. Здесь есть такой эпидгамм, который часто говорится, мы уже, наверное, обсуждали, я не помню просто, что есть понятие лид хакэм, есть понятие умудреть, а есть понятие приобрести, сделать киньян, приобрести себе мудрость. На иврите это называется киньян мудрости. Что такое киньян мудрости? Это приобретение, покупка, сделать так, чтобы мудрость была твоим качеством. Это такое очень сильное понятие умудрения, это работа над тем, чтобы как приобрести какое-то качество. Например, Рамхаль в Масилатке Шарим, когда объясняет нам Дерих, тот путь, по которому надо постепенно, лестницу, по которой надо постепенно расти, от Торок, Згерута, от Згерута к Зарезуту, мы это немножко обсуждали, осторожность, поспешность, чистота и так далее. Он, каждый из этих глав, каждый из этих мусагов, понятие, когда он объясняет вначале, что это такое, из каких частей она состоит, а после этого у него есть обычная глава, которая называется Дерих Киньян. Киньян с Герута, Киньян за Резута, Киньян понятие осторожности, Киньян приобретение, понятие поспешности и так далее. Здесь нам говорится о том, как надо ли к нотку хохма, как надо приобрести хохму. И ты должен, в то время, пока твое сердце находится в дороге к приобретению хохма, после того, как у тебя, в связи с тем, что у тебя есть два пути перед тобой, путь хохмы и путь к селу-то, глупости, два пути, которые ты должен выбрать, по какому идти из них. Это разница между Мадрихом и Меошером. Меошер – это то, что дает разрешение Мадрих, тот, кто тебя ведет, направляющий, вожатый, тот, кто ведет тебя по этому пути. Меошер – это тот человек, который ведет, идет по пути, который дает Ошер Ницхи, то есть дает возможность идти по пути, который является вечным благополучием, блаженством. Я не знаю, как лучше перевести слово. Ошер – Ашри – Ешвы Байсеха. А? Ну, как-то блаженство очень некрасиво звучит, поэтому я не знаю лучшего слова. Блажен. Ну, по дороге, который делает человека Ашри, не знаю, слово блаженство мне очень не хочется произносить, так, что он пойдет по вот этому вот постоянному состоянию успеха Торы и настоящего смысла жизни. Слово благодать и блаженство, оно просто имеет, наверное, нету другого слова по-русски, но оно имеет какой-то такой вот неприятный оттенок христианский, поэтому я не знаю, как лучше, какое лучшее слово приобрести. Продолжающий Ламо о Мелахе говорит в 20-м пасуке, потом мы перейдем к Аону, а пока прочитаем два пасука с Мальбимом. Аль-Ти-И бэсавэй-Яйн, вэзалэль-Басар-Ламо. Не будь среди сидящих мисубим, это участвующих в трапезе, постоянно участвуешь в трапезе с вином, и пусть не будет у тебя состояния мясоедства, постоянной еды мяса. Мальбим очень короткий, здесь и объясняет, что если ты еще не достиг до уровня того, о чем мы говорим, уровня хохмы, который доходит до такого киньяна, что человек уже находится в состоянии, когда он все, что он делает, он делает во имя Всевышнего, и ест не из-за своей тайвы, а просто потому, что надо кушать, чтобы силы были и так далее. Ты не дошел еще до этого уровня. Тем не менее, ты должен уже в этом состоянии, не дойдя до уровня отсутствия тайвы, ты должен опасаться и быть загир, быть в состоянии згерута, то есть осторожности, чтобы не попасть в руки тавы. И тайва связана, в первую очередь, с вином, не надо сидеть среди тех, кто пьет все время вино, и не надо быть обжирающимся, кушающим постоянно мясом. Слово ламо, которое здесь употреблено в конце пасука, есть возможностью объяснить, что зелелим басаратсма, то есть человек, который как бы превращает себя в мясо, то есть он ест мясо для того, чтобы отращивать, выращивать мясо, не будь среди таких людей, которые превращают в жиронакопляющийся, мясонакопляющийся комбинат и теряют понятие человека, несмотря на то, что он как бы продолжает все соблюдать, все правильно делает, но поддается своей тайве, поскольку он еще не вышел на уровню, когда тайва должна быть убрана из этого мира. Грубо говоря, он находится еще в состоянии сгерута, а не накиюта, а не пришута. И он не отдаляется от разрешенных вещей, он еще не вышел на уровень, когда тайва должна быть убрана из организма. Тем не менее, нас предостерегают уже в это время в состоянии далекого от совершенства, тем не менее, с самого начала своего пути быть аккуратными с двумя продуктами питания, а именно вино и мясо. И поскольку эти вещи, которые рождают у человека тайву и выращивают эту тайву, то нас предупреждает Шламамеллах, чтобы я не был среди тех, кто находится среди пьющих, воспевающих вино, и постоянно не жрал мясо. Следующей посылкой, потом мы немножко это обсудим. «Кисавэ вазалэль юрэш и варэш вэкараим талбиш нума». Потому что тот, который ест и пьет, наверное, надо так перевести, «пьяница и обжора, они обеднеют, и сонливость оденет их в лохмотье». Близко к тексту перевод говорит Мальбин. Потому что тот, кто ест и пьет, он получится, что он унаследует, обеднеет, унаследует бедность. То есть хотя бы, по крайней мере, со стороны того, что самое минимальное, что сделает вот это вот состояние, когда он будет все время есть мясо и пить вино, оно приведет его к бедности. Он спустит на Хасим свое имущество. И кроме этого, это приводит к тому, что человек начинает дремать. Есть понятие спать крепкого сна, а есть понятие такой дремоты, когда человек не полностью спит, но вот сказать, что он бодрствует, тоже трудно. И он не сможет работать. И его будет одевать, он оденется в одежды сонливости. То есть одежды, которые приведут к тому, что они будут одежды порванные. Немшаль, то, что приводится пример, что даже человек, который удостоился богатства и мудрости, получил изначально богатство и мудрость, получил его по наследству, он станет голым от одежды, от тех качеств, которые у него были изначально, и от одежд, которые дает разум. То есть человек, который поддастся мясу и вину, то есть таве, он спустит свое имущество. Это простое объяснение. Поскольку это дорогие вещи, и много мяса, и много вина, это приводит к разорению. И второе, это то, что человек окажется в состоянии, когда он те одежды, которые у него были, они будут у него порваны, превратятся в лохмоти. Одежды, которые у него были, превратятся в лохмоти. Это пример. Человек рождается с определенными качествами медот, которые он получает по наследству. Вот те, один рождается умным, другой рождается добрым, третий рождается злым, четвертый рождается глупым и так далее. Те позитивные качества, с которыми человек родился, он их получил по наследству, он их не воспитал внутри себя. Если он поддастся тайве, которая связана с мясом и вином, то этот человек потеряет те качества, которые у него были, и превратится в сонливого, обожравшегося человека, который такой полусонный, и тайва преобладает над остальными его качествами, и кроме тайвы постепенно остальные отрицательные медот тоже будут захватывать человека. Это три пасука, так как их объяснил нам товарищ Мальбин. Теперь пройдем их с помощью Гаона Мивильна. Тоже очень короткие объяснения здесь. И потом, может быть, немножко поставим точки над «и». Гаон объясняет. «Слушай меня, ты мой сын, и мудрей, и слушай того, что находится в дороге твоего сердца». Объясняет Гаон, что несмотря на то, что человек, который не достиг мудрости сердца, его хатоем, его грехи, они влекут такое действие, ой, я забыл взять. Они влекут такое действие, что его уши, этого человека, они становятся более тяжелыми. Сейчас, если здесь есть книга «Ишая Губейт», я не вижу, одну секунду, что «Ишая Губейт» – это самое левое. Можно? Самое левое. Спасибо, я извиняюсь. То есть, он говорит о том, что пока ты не достиг состояния мудрости сердца, то человек, который грешит, делает какие-то овероты. Эти овероты – одно из их действий, то, что они приводят к тому, что уши этого человека не в состоянии нормально воспринимать информацию. У пророка «Ишая Губейт» в 59-й главе начало 59-й главы он пишет один момент что вот не становится рука Всевышнего настолько коротка, чтобы он мог спасти. То есть, Всевышний продолжает быть в состоянии спасти, несмотря… не скажи, что у Всевышнего нет такой возможности, что у него короткие руки. «Выло кавда азноми лишмо» и ульха его, она не глухо, поэтому она в состоянии услышать. Я продолжу сразу «Ишая Губейт» «Им, авонатэйхам, гаюм и вделим, что если ваши грехи будут разделять бэйнэйхэм, лэбэйнэ лэгэйхэм, между вами и Всевышним, вы хатэйхэм, гистиру паним, михэм, мишмо, и ваши грехи хатаот, они сокроют лицо Всевышнего от вас, для того, чтобы он не мог вас слышать. «Ки капэйхам на голубой дам, вас батэйнэ баавон», потому что руки ваши, они стали могиль, как в русском слове, могиль противными из-за крови, и ваши пальцы испачканы грехами, а ваши уста говорили ложь, ваш язык говорил овла, говорил мерзость. И несмотря на это, не скажи, говорит Ишаял, что Всевышний, его руки недостаточной длины, чтобы спасти вас, несмотря на все вот эти вот вещи, которые мы описали. Мальбем объясняет, что здесь говорится сейчас о людях, которые были в Галуте, в Вавилонском Галуте, будут в Вавилонском Галуте, Ишаяху пророчествует о том, об окончании Галута Бавель. И говорит, то, что Всевышний будет держать вас долгое время в Галуте, это не из-за того, что у Всевышнего не хватает длинных рук, и он не может вас спасти. И не из-за того, что у него ухо не в состоянии услышать ваш голос, ваших криков от несчастья, которые происходят от ваших врагов. Но те грехи, которые вы сделали, они делают так, что есть стена разделения между вами и между вашим Всевышним. Поэтому Всевышний не поворачивается к вам. На самом деле, я хотел читать Мальбе, он читает Мецеда Ци, он другой комментарий, но ничего страшного. Всевышний не поворачивается к вам, момент. Так сказано, Георг Сангедрия. И вот грехи ваши, они естировали, они сделали преграду, скрыли. Они привели к тому, что скрылось лицо Всевышнего от вас, для того, чтобы он не слышал ваших криков. поскольку ваши вирот привели к тому, что руки ваши, так сказать, пологость, перепачканы кровью, чистой кровью, которую вы пролили. И грехи, которые вы сделали, они делают так, что ваши руки становятся противными. И поэтому эти грехи приводят к тому, что Всевышний скрывает свое лицо. Это комментарии, которые мы прочитали, такой простой пшат, который приводится в Митсудас. В принципе, на самом деле, этого достаточно. Я думал, еще что-то, но я так вижу, что этого достаточно. Митсудас основное нам сообщил. Теперь возвращаемся к нашему посуку. Попытаемся увидеть, что здесь говорит нам Шлом Амеллах, как объясняет Гаон. «Что, сын мой, слушай и мудрей». Несмотря на то, что до тех пор, пока ты не стал мудрым, грехи сделали так, что твои уши не воспринимают информацию, и не только твои уши, но это привлекло, как мы сейчас видели у Ишаяху, что грехи, которые делает Амисраэль, приводят к тому, что Всевышний перестает слушать молитвы Амисраэля. Тем не менее, ты слушай, и слушай, и мудрей изнутри. То есть, те слова мудрости, которые я тебе говорю и которые ты услышишь, они приведут к тому, что эта мудрость начнет как-то вырасти изнутри. Когда сердце твое находится в дороге, что ты идешь по прямой дороге, и это мудрость, которая приходит в Мибухуд, снаружи. Таким образом, есть две части мудрости, которые приходят, внутренняя и внешняя мудрость. Когда ты будешь, идя по дороге к выпрямлению своего сердца, изучая Тора, ты будешь мудреть снаружи. Кроме этого, есть еще один вид мудрости, который у человека, который учит Тора, приводит к тому, что он мудреет изнутри. То есть, есть какие-то вещи, которые он даже не знает, он не учил еще что-то. Но, тем не менее, у него возникает общее ощущение, общий подход, совершенно другой. И Тора приводит к тому, что те части Торы, которые он выучил, понятно, что он узнает их снаружи, а те части Торы, которые он не выучил, тем не менее, у него появляется некая внутренняя мудрость, я не знаю, руха-кодыш, я не знаю, как это точно сформулировать и назвать, но человек становится хахам в двух областях, и снутри, и снаружи. Это то, что он говорит. Несмотря на то, что в тот момент, когда человек еще наполнен на вырод, и, соответственно, его уши не в состоянии слушать, тем не менее, ты должен стараться мудреть и учиться, и таким образом ты приведешь к тому, что сердце будет мудреть вместе с тобой снаружи и изнутри. Окей. Это Ютед. Псалом под номером Кав, 20-й Псалом, он говорит, не будь среди тех, кто пьет вино и не объедайся мясом. Говорит Гаон Мивильна, что не иди, не надо находиться, не надо ходить между теми людьми, среди тех людей, которые устраивают некий мосибу, я не знаю, как мосиба, кроме как пьянка перевести, вечеринка мне подсказывает. Не делай вечеринку с вином, не будь среди тех людей, которые все время вечеряют с вином, которые идут в бейтмеште на пиры вина, чтобы напиваться там вином. И потом кричат ин вина в эритас, истина в вине. И это соответствует тому, что написано в Псалмах Давида. В первом Псалме который Давид Амеллах сформулировал, сейчас, одну секундочку, очень известный Псалом, счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых. Вот Ашеллогаллах, Боисад Рашоем, который не шел по совету нечестивых, это то, что Шлом Амеллах говорит о тех людях, которые сидят и в бейтмеште на Перу и тратят свою жизнь на пьянки. Дальше. У Базалей Басар тех, кто едят мясо, не будь тем, кто объедается мясом. То есть, среди тех, кто постоянно ест мясо у себя в доме, ежедневно, постоянно ест мясо в доме, и у него появляется Таева Алла Мазет, Таавот этого мира. И здесь сказано, что Аль Диба Инеюм, не будь из них, из этих людей. Здесь сказано слово Ламо, я не знаю, как слово Ламо перевести, среди них, не знаю как. Это, соответствую, это относительно того, что сказано Хакам Лебеха. Умудряй свое сердце. Умудряй свое сердце, потому что те, которые люди обычно, которые пьют вино, так Дерих человека, обычный, обычный стандартных людей, вино не пьют в одиночество. Вино пьют в каком-то, в компании. Что не так с мясом? Мясо человек ест, каждый отдельно у себя в доме. Поэтому сказано Безололей Басар Ламо. Среди тех, кто ест мясо, ест сказано как бы в единственном числе. А среди тех, кто пьет вино, сказано не будь среди, на вечеринке, где пьют вино. Среди тех людей, кто гуляет по вечеринкам и занимается выпиванием вина. Вот здесь не говорится о понятии именно пьянства, как я все время перевожу, потому что я не нахожу другого слова. Опасность питья вину, которую сейчас обсуждают Шлам Амеллах, это не опасность алкоголизма. Это немножко другая проблема. Безусловно, существует опасность алкоголизма, это тоже понятно. Но здесь речь идет немножко о другом, и сейчас попытаемся это обсудить. И продолжим только еще до этого один пасуг. 21 пасуг говорит нам момент. Потому что тот, который постоянно ест и пьет, он обеднеет, и порванная одежда будет у него на нем надета. Объясняет Гаон, что я уже объяснял раньше, что Митнамнем, человек, который дремлет, вот так вот клюет носом, засыпает, во время, когда он ищет Тора, то у него есть проблема, что его Тора превращается в Кераем. Его Тора превращается в порванными кусочками. Кераем, я не знаю, как по-русски перевести, порванная одежда. Но вот когда надорвана в нескольких местах, тут есть ткань, тут нету ткани. Лоскуты? Лоскуты. Что есть кусочек? Есть, а кусочек вырван. Кусочек есть, кусочек выпрван. И также с Торой Торой становится Кераем, Тора становится Потому что человек, который вначале учит, а после этого во время учебы засыпает, и он прекращает учиться, после этого он возвращается, дергает головой, возвращается и начинает учиться. И так делает постоянно, каждый день. Если человек делает это иногда, вот так вот случилось, он уставший, он задремал, то это обычно признак, наоборот, того, что он очень сильно и хорошо учится. Поэтому, не обращая на усталость, он пытается продолжать учиться, и у него плохо получается, он дремлет. Но если человек это делает постоянно, кольем, говорит Гагро, тогда он, его одежда, Тора, превращается, как в порванное во многих местах одежда. То есть кусок Тора он знает, кусок Тора он не знает, потому что он проспал кусок урока и не услышал, и это уже невосполнимо. Причем, на самом деле, на практике, человек, который пропустил 5-10 минут урока, который длится час, он, как правило, не может восстановить весь урок. Потому что у него не хватает какой-то кусочки, и мозаика уже какой-то части урока, и логика, которая должна привести у Магир Шура, преподавателя, к какому-то результату, у него уже сложиться не может. Потому что это все равно, что грубо в доказательстве теоремы проспать кусочек доказательства и не видеть его. Если в середине ты потерял какой-то кусочек доказательства, то дальше продолжить доказывать уже невозможно. Поэтому человек, который постоянно так делает, у него одежда Тора превращается в такую порванную одежду, где кусочков Тора нету, и это уже не Тора. Вот. Но человек, который Золель в СВ, это обычный человек, который немножко засыпает во время изучения Тора. Человек, который постоянно ест мясо и пьет вино, он вообще перестает учиться. А если он совсем не учится, хоть в это время, сейчас, несмотря на то, что когда-то он учился, но вот сейчас идет процесс переставания учебы. Поэтому он беднеет. То есть он не только то, что он сейчас выучит, он выучит кусками отрывочные, соответственно, не сложится картина. Но кроме всего прочего, он забудет то, что он учил когда-то. Поскольку это человек, который учил и прекратил учиться. Это пшат по гаону этого кусочка. Теперь я хочу как-то немножечко лисакем, немножечко подвести итог. Я думаю, что вы все знаете. Есть пасук в Торе, который рассказывает о Бен-Сорер-Омаре. Я не знаю, как непослушный сын, я не знаю, как точно перевести это на русский язык. Ребенок. Кто такой Бен-Сорер-Омаре? Когда это читается в Хумаше, то, прочитав только Хумаше, совершенно невозможно понять, о чем идет речь. Мишна Геморре говорит о том, что Бен-Сорер-Омаре – это человек в возрасте до Бармидсу, 12,5-13 лет, когда он еще не хаябом и сводом, он еще не обязан исполнять заповеди. Это ребенок, который украл кусок мяса и немножко вина, рви из вина, 150 грамм вина, естественно, больше тоже засчитывается дома у родителей, для того, чтобы пожарить мясо на огне, съесть и запить вот этим вот вином. Если человек это делает, его сделали предупреждение, ну, наверное, делается не один раз предупреждение, если ребенок без спроса берет еду, окей, но он это сделал, сделали, ему сделали замечание, не помогло. Его берут в Бейздин, и Бейздин приговаривает его к наказанию Малкот, наказанию плеточных ударов. Если эта история повторяется, он снова ест, ворует вино и мясо, снова своровал и съел, а один раз уже его лупили плетками, что очень неприятное ощущение, вот, и он повторил это, то в следующий раз, при определенных условиях, я не вхожу в детали этого, Родители берут его в Бейздин и говорят, бонейну зе сорер умаре, вот этот наш сын, это сын, который отказывается слушать, и восстает против правил родительского дома, и такого ребенка приговаривает Бейздин к смертной казни, его убивают. Причем, это очень такая странная ситуация, поскольку ребенку еще нету 13 лет, вообще за воровство не положено наказание смертной казни, кроме как за воровство человека. Но здесь он ворует не человека, а всего там кусок мяса из холодильника, и немножечко венца. Это первое, за воровство никогда не положено смертной казни, второе, это ребенок, он еще не стал взрослым, ему 12-12,5 лет, и все время, пока он может стать Бенсером Мореро, быть приговорен к смертной казни, это от 12,5 до 13 лет, ребенок, который вообще не несет никакого наказания за свои Аверот, любая другая Авера, которую он сделает, он потур, его не наказывают, здесь же его убивают. И это убийство, наказание смертной казни, это приговор Торы, Всевышний дает это как одну из заповедей Торы. И понятно, что здесь возникает масса вопросов, и Гемора говорит, что Бенсером Мореро убивается Альшематинт, его наказывают, убивают из-за будущего, не из-за того, что он сейчас сделал Аверу, не как наказание за то, что он украл и съел, а именно из-за будущего. То есть Тора понимает, что человек, который это делает, он может, не может, а должен, по идее, стать Аварьяном, и Тора говорит, стать преступником, и Тора говорит, убей его, пока он маленький, для того, чтобы он умер за кай, то есть без наказания, то есть не получив Гейном и получив Ганедан и потом Аламаба, а не умер Хаяф, а не подожди еще полгода, когда он станет уже обязанным медсвостом, станет взрослым, и в этой ситуации, если он нарушит какую-то Аверу, то его надо будет уже наказывать Баденей Шамаем, по закону Небес, за то, что он сделал, и он получит за это Гейном. Поэтому Тора предупреждает, лучше пусть он умрет, пока его Аверы не засчитываются, как Аверы, чем чтобы он умер в более позднем возрасте и стал нарушителем Торы, это главный аспект. И понятно, что это достаточно непонятная история, потому что там речь не идет о ребенке, который украл деньги, речь идет именно о ребенке, который украл мясо и вино. Вот, Рабонов говорят, что такой истории ни разу не было, Тора дает эту заповедь, но такого ни разу в практике ни одного Бояздина не случалось, поскольку понятно, что история достаточно редкая, и там дети не всегда воруют мясо и вино, особенно если они сыты в 12-12,5 лет. И во-вторых, чтобы и мама, и папа вместе хотели привезти его в Бояздин и хотели, чтобы его убили, такая история бывает очень маловероятна. Маловероятна, и тем не менее Раби Игуда говорит, что он сидел на могиле ребенка, который был Сареро Морре. То есть Раби Игуда не видел этого мальчика, но на могиле его он находился. То есть эта история происходила, как утверждает Раби Игуда. Рабоны говорят, что нет. Но нас сейчас не так интересует, сколько раз в жизни встречались Бен и Сареро Морреры. Это меня меньше в данный момент волнует. Как понять, почему, если он украл кошелек с деньгами, то его не наказывают смертной казнью. Если он украл мясо и вино, то его наказывают смертной казнью. С чем это связано? Мясо и вино, как мы видим здесь у Шлома Амеллаха, мы видим, что это две вещи, которые рождают, выращивают тайву человека. Это какие-то другие вещи, которые бывают в мире. Они не настолько влияют на состояние тайвы. А эти две вещи, они являются одним из макарот, одним из источников понятия тавы. И человек, который, начиная с 12,5 лет, то есть когда он еще ребенок, несмотря на то, что его уже один раз предупредили, сказали, что воровать нехорошо, нельзя этого делать, второй раз его повели в Бейзин, и Бейзин ломил 39 ударов, серьезное наказание. После этого человек повторяет это. И понятно, что если оба родителя одинаково хотят прийти, чтобы его убили, ведут его в Бейзин на смертную казнь, то понятно, что если оба родителя это делают, то суть ребенка, его характер более или менее очевиден. Они считают это необходимым, поэтому они берут его в Бейзин. Теперь не написано, что родители обязаны взять сына в Бейзин за то, что он украл литра басар, я не знаю, сколько это литра, там 500 грамм мяса, 300 грамм мяса, и 86 грамм вина. За это необязательно ввести человека в Бейзин и приговаривать смертную казнь. Но если родители это захотели, то есть они считают, что вот это нужно сделать, и ведут Бейзин, то Сангедрен должен наказать его, если все остальные условия соблюдены. Так вот, чем мясо и вино, в чем их суть, что это так вот опасно, опаснее, чем яблоки, груши, персики и рыбу, даже курицу. Это должно быть именно мясо, именно красное вино, именно вот эти вот две вещи. Это вещи, которые рождают тайву человека. Человек, который не может справиться с тайвой по поводу мяса и вина, этот человек, его вероятность того, что он поддастся и будет жить с помощью тайвы, и тайву будет его основным двигателем, его жизни, это очень большая вероятность этого. И несмотря на то, что тайва это, нету такой заповеди, что тебе ничего нельзя хотеть, тебе ни от чего нельзя получать удовольствие. Человек имеет право получать удовольствие, и тем не менее, тайва, которая является таким макором, таким источником жизни, он живет ради удовлетворения своей тайвы, это убирает человека от Торы, и, как мы учили, в общем, первая книга Мишли, вся на эту тему, Мишли делится на три книги, я напоминаю, сейчас третий, то первая книга Мишли вся посвящена на тему тому, что человек должен устраниться от двух женщин-блудниц, эти две женщины-блудницы, это Таава Вахимда, и человек, который уступает себя Таевой Вахимде в тот момент, когда это делает ребенок в 12,5 лет, и неоднократно это делает. В этом случае, сакана, опасность того, что этот человек вырастет в Рашу, в нечестивца, такого серьезного нечестивца, потому что Таева будет управлять им, он будет ксиль, несмотря на то, что он будет знать заповеди, и знать мудрость Тора, он будет отгонять ее от себя, поскольку очень хочется, а когда нельзя, но очень хочется, то понятно, что надо искать возможности облегчить, и научить, почему это можно. Так вот, подобный человек Баальтаева, он не должен жить в еврейском народе, он должен из него быть исключен. Это человек, который идет всю свою жизнь на поводу своей царгары. Поэтому Шлома Амеллах сейчас нам говорит, что ты предостерегаешь своего сына, ты не должен находиться среди тех, кто участвует в трапезе и пьют вино, в вечеринке, как мне подсказали, и ты не должен даже в одиночку внутри дома есть мясо, постоянно есть мясо. Здесь еще речь не идет об Энсереро Мореве, который ворует мясо и вино. Нас предостерегает, во-первых, о ребенке, во-вторых, о взрослом человеке, что находясь и кушая свое вино и свое мясо, без того, чтобы участвовало здесь понятие воровство, но постоянное мясо и постоянные вечеринки – это вещи, которые приводят к тимтум-галев, к отупению сердца, и вместо дороги бины, которая должна дать сердцу возможность управлять качествами и убрать из себя Таеву, ты, наоборот, уберешь из себя всю мудрость, потому что хохма и Таева, они никогда не идут вместе. Поэтому нам объясняли, Ра и Мальвим, а Гаон нам объясняли на примере понятия «ксиль» и «авиль» – это два вида глупцов, что это один из них – это тот человек, которого хватает мудрости, он знает хохму, но поскольку он связан со своей Таевой так сильно, то он пытается, ле-акшот, пытается поставить трудности и уйти с дороги мудрости, потому что дорога мудрости мешает ему быть человеком, мешает ему идти либо мудрость, либо Таева, что-то одно. И вот поскольку он Баальтаева, то он отталкивает вся мудрость и вводит различный свекот до такого сомнения, до такого состояния, что он может выйти в состояние пикарсута, в состоянии прекращения соблюдения заповедей, из-за того, что мудрость натыкается на какие-то сложные аспекты. Если я знаю, то мне уже нельзя, поэтому мне выгоднее не знать. И человек отгоняет от себя эти знания. Я, честно говоря, неоднократно слышал, когда я с кем-то говорил, обычно такая стиха, один с одним, вдвоем мы разговариваем на какую-то тему, и я слышу, что «Ой, я этого не знал, очень хорошо, меньше знаешь, лучше спишь». И все в порядке. Так вот это не так. Люди привыкли, что Тора, если я не знаю, то Тора говорит, что незнание освобождает от ответственности, в отличие от уголовного кодекса государства различных. Так вот это не совсем так. Тора действительно, человек, который не знает, он Шогек. Но человек, который не знает определенных вещей, а мог бы их узнать, он перестает иметь название Шогек. Это то, что говорит Рова в Геморе, что «лое дати коров лэмезитву». Я не знал, это близко к специальности делал. Потому что «гава и лэли льмот» он должен был узнать, он должен был учиться. Поэтому человек, который отгоняет от себя это, это проблема. Тем более, человек, который отгоняет, отгоняет знание, нам сейчас говорится, что источником отгонения от себя знаний Торы является та «ава», поскольку человеку невыгодно узнать, ему очень хочется, а тогда ему надо себя запретить, то он ведет себя таким образом, что он не узнает. Причем это бывает на разных уровнях. Самый жестокий уровень бывает очень редко, когда человек действительно знает какой-то кусочек Торы, но сам себя уговаривает, что это неверно, потому что ему очень хочется чего-то. Это редко бывает. Обычно это бывает в состоянии, когда рождается какое-то софе, какое-то сомнение. То есть я точно не знаю, можно или нельзя. А раз я точно не знаю, можно или нельзя, то, наверное, можно. Из общих соображений. Потому что очень хочется. И такие вещи обычно начинаются с какого-нибудь такого момента. Вот есть спор между мудрецами. Кто-то говорит, что это кошер, кто-то говорит, что это не кошер. В принципе, конечно, я бы сказал, что это не кошер. Но когда очень хочется поесть и выпить, то, может быть, это кошер. Тут начинается это «может быть», начинает побеждать. И это вот то, как Таева воздействует таким образом, чтобы свернуть человека с правильного пути. Очень редко бывает, человек сворачивает, когда он точно знает, что нельзя. И очень часто он сворачивает тот момент, когда рождается сомнение, можно это или нельзя. Одна из броход благословений, которые дал Давид Эмелла Шламо, когда Шламо... Давид умирал, и Шломо должен был стать вместо него царем. То одна из броход, которую он ему дал, это чтобы ты, никогда придя с дороги, не встретил жену Софи Книда. Не встретил жену, которая под сомнением разрешена или нет в этот момент времени. Потому что если сомнений нет, нельзя, так нельзя. Ну что можно сделать? Но как только есть сомнения, то Таева начинает побеждать и начинает пытаться каким-то образом уговорить, разрешить что-то делать. Бывает, что это разрешение разрешенное, действительно. Но очень часто бывает, что этого делать неправильно, нельзя или неправильно. И так далее. Поэтому совет, который, не совет, а браху, который дал довид своему сыну, чтобы он не встречал жену Софи Книда, несмотря на то, что Шлома Мелых был хахам лев, безусловно, его сердце было мудрое, и тем не менее, такую браху он получил от своего папы. Вот, и это теперь более или менее понятно, что имеют в виду Шлома Мелых, Гаон Мальбим, когда говорит о том, что не надо находиться с теми, кто пьет вино среди них, и даже в одиночку не надо есть мясо, поскольку тебе надо постараться приложить все усилия для того, чтобы Тайва не погубила каких-то позитивных начал, которые есть в человеке. И последний, по сути, из тех, которых мы успели прочитать, это Потому что вот это вот посиделки с вином и пожирание мяса, они приведут к бедности, а порванные разрывы в одежде, они, обжирание приведет к разрывам в одежде. Говорит Гаон, что я уже объяснял это раньше, что человек, который засыпает во время изучения Торы, то Тора становится кираем, становится лоскутками. Потому что вначале он учится, а после этого он засыпает, и после этого начинает снова учиться, по-моему, я это уже читал. И тогда получается, что если он делает это постоянно, то даже Тора, который когда-то он хорошо выучил, она также приходит к его забыванию. И мы в Мальбиму видели, хотя нет, мы у Гаона в другом пасуке видели, что бывает мудрость внутренняя, и бывает мудрость, которая приходит снаружи. Окей, я думаю, что можно двигаться из Радошем дальше. Пасук номер 22 говорит. Слушайте отца своего, он родил тебя. Не презирай матери твоей, когда она состарится. Правду купи и не придавай мудрости и учения и разума. Возлекает отец праведника, и родитель мудрого возвеселится им. Да возрадуется отец твоя и мать твоя, и возлекует родительница твоя. Точка. Значит, вот эти вот несколько псукин, я не знаю, вряд ли мы их успеем, но начать мы точно успеем. Значит, Пасук 22 говорит. Шмала авиха зе, елатеха, слушай своего отца, потому что это тот, кто тебя родил. Валь табус, и не надо пренебрегать матерью, имеется в виду, кизикна и меха, потому что она состарилась. Давайте сразу начнем с Мальбима, который говорит. Шмала авиха зе, елатеха, слушай своего отца, он тебя родил. Митсавэгу, здесь дается заповедь, приказ, чтобы слушал и принимал законы мудрости от своего отца и не сомневался в том, что отец ему скажет какое-то вранье. Почему? Тебе не надо бояться, что отец неправильно тебя научит, потому что он тот, кто тебя родил. И не может отец передать ложь своим сыновьям, потому что он принял. Когда ты от него принимаешь Даркей и Менхагим, какие-то Драхим и Менхагим, какие-то пути и Менхагим, обычаи, которые исходят от твоей матери, то в этом случае отца ты должен принять мудрость. От мамы ты принимаешь Менхагим, обычаи. Когда ты их принимаешь, аль-тавус, не стесняйся и не отодвигай их, потому что зикна и мэх, потому что мама состарила, в этох шоу, и ты подумаешь, что эти Менхагим, они были когда-то в предыдущих поколениях, а не для нового поколения. И что они хорошие для скиним, а не для молодежи, для стариков, а не для молодежи. Поскольку Тайва, она находится внутри молодых людей, поэтому человек может подумать, что тот совет, который мне дает папа и мама, это как бы совет неплохой в возрасте 60-70. А вот пока мне 15, 20, 25, то надо как-то иначе жить. И вообще, то, что было в прошлом поколении, до изобретения электричества, никак не относится к нам. У нас есть тут компьютеры, телефоны, вообще мы делаем ракеты, припрываем Енисей, также в области балета, мы впереди планеты всей. Поэтому сегодня Мациют изменился, ситуация изменилась, поэтому что папа и мама понимают? Они вот даже не могут компьютер сами подключить, включить и отправить какое-то сообщение, еще что-то, а мы, молодежь, все могем. Поэтому как можно слушать от стариков? Я это предсказал в форме этого поколения. Я вас уверяю, что это было так же актуально, как сейчас, до изобретения мобильных телефонов. И мы видим, что Шлома Амеллах об этом предупреждает своего сына, с которым он общается сейчас, и говорит, что не подумай, что твои родители состарились и, соответственно, не знают, как правильно себя вести. Нет, ты должен принять Тору, мудрость и Минхагим от папы и мамы. Это простой смысл этого пасука. Гаон даст немножко более такой, несколько накудот откроет новые, но пока я хочу прочитать несколько пасукин только с Мальбимом. Он продолжает и говорит, эмит кне, истину купи, вальтим кор хохма и не продавай хохму, умысар и бина. Эти три вещи, мудрости, хохма, бина и мусар, тебе ни в коем случае нельзя продать. Что это значит? Говорит Мальбим. Эмит кне, купи истину. Несмотря на то, что ты платишь за истину очень дорого. Что это значит? Что ради того, чтобы приобрести истину, ты должен отказаться. Плата за истину будет. Это твои таавот, твоя таива, твои желания, которые в молодом возрасте явно сильные. Шеушей гейлдут. Ты потеряешь, так же должен заплатить развлечениями молодости. Хешек навшеха. Тем стремлением, которое имеет твоя душа. И тем не менее, все это ты должен отдать, и это цена за постижение понятия Эмит. В Альтимкор, и ты приобретя Эмит, кроме этого, ты должен лишиться фактически своих удовольствий, своего желания, своего молодых каких-то стремлений, которые есть. И кроме этого, есть вторая часть пасука. Это ты, да, приобрети, а это ты не продавай. Что значит не продавай? Имеется в виду, шелотик неок и сахер, что не надо Эмит к нему подходить, как к схуре, как к торговле. То есть, я купил для того, чтобы продать более дорого. Потому что я слышал что-то подобное, что говорили люди, которые говорили о том, что я приобретаю сейчас какие-то вещи, теряя наслаждение, но я получу более высокие наслаждения. Потом в старости меня будут уважать, я буду Талмит Кохом, ко мне будут ра-та-та-та-та и так далее. Мальбин объясняет, что не подходи к этому, как подходят торговцы. Имеется в виду, что будешь учиться для того, чтобы достигнуть богатства. Потом, когда я стану большим Талмит Кохом, мне будут платить зарплату столько-то и столько-то в час. Или мне дадут такой кого-то, такое уважение, что я только войду и все сразу вскакивать будут. Это называется человек, который покупает и продает. Вот, что он получает за эти киньяним другую стоимость, другую цену. То есть, да, я заплатил свой тайвей, своим хэшекам, своими удовольствиями молодости, я заплатил за то, что я сижу и учитору. Но зато я на этом выиграю, то, что меня будут уважать и так далее, и так далее. Что об этом он сказано? Эмет кне, покупай эмет. Шегедер эмет, понятием это определение, что если я это делаю для себя. И он объясняет, что значит кне, что он должен купить и что такое эмет. Сейчас он начинает объяснять, чем расплачивается и что такое эмет. Хохома, мусарубина. Вот эти три понятия, которые мы уже объясняли, что хохома, она включает в себя законы, медот, мингагим, которыми должен человек себя вести, альпи Тора. Мы уже обсуждали, что есть мингаг Тора и мингаг Штут. Есть некоторые вещи, которые связаны с тем, что вот какая-то глупость, которая пришла, и от нее не избавится несколько поколений. Об этом он сейчас не говорит. Это мингаг, который родился альпи Тора. И все иньиним, вот таких вот мингагим, они приняты. И они непостижимы, их невозможно вытащить из бины человека. И обычно эти вещи, это гефих, противоположность его природы. Что тайва, она спорит с законами мудрости постоянно. И невозможно, чтобы человек принял в свою душу законы мудрости, а только посредством мусара, который убирает из человека таву. Что корень мусара, это Ирадошем, боясь Всевышнего, что человек должен бояться Творца, который наблюдает за ним и наказывает его. То, что он получил, за то, что он получил распоряжение по законам мудрости. За нарушение этих распоряжений Всевышний наказывает. И только с помощью этого мусара и рысь страха, который приобретается посредством мусара, можно приобрести мудрость. И человек должен немножко себе, а не немножко, леосер, запретить себе какие-то вещи, сделать себе мусара, от слова запрет. Своей души, те вещи, которые рождают Иру, страх, не говоря об этом, он просто должен себя так вести. И тогда он приобретет не только хохму, но и бину. Но, что бина, это бейн эмет ла шекер. Бина, это то, что делает анализ, с помощью которого человек может проанализировать и понять, что такое эмет и что такое шекер. Что такое истина и что такое ложь. Во всяком случае, в тех вещах, которые связаны с разумом, который начинает размышлять и делать анализ. Улам, однако, если он примет законы мудрости с мусаром, для того, что они будут выдолблены в его сердце, посредством того, что он поверит Творцу, что он сделал хок. Хок, это слово закон, от слова лахок выдолбливать. И он знает смысл этих законов, тогда он может понять и вывести одно из другого. И вывести из тех законов, которые он принял, производные этих законов. И это происходит посредством того, что он покупает понятие эмет, покупает, приобретает истину. Что он верит в законы мудрости, что они эмитиим, что это истина. Использует то, что он принял и получил, как определение и аксиомы. И из них путем анализа и продолжения экстраполирует и выводит теоремы и решает задачи, которые у него встречаются. Это то, что должен и может сделать человек. И об этом говорят эти два пасука. Что человек должен слушать папу и маму и не говорить, что поколения изменились. И он состарился, и теперь что-то другое, это раз. И два, он должен приобрести истину, то есть хохму, для того, чтобы оно у него было, а не для того, чтобы ее продать подороже. И чуть учить Тору и познавать законы, для того, чтобы знать, а не для того, чтобы из этого вышла какая-то новая вещь. Что-то, что из этого следует. Это и есть цель. Это не средство изучения Торы, не средство достижения какой-то цели. А цель изучения Торы, это изучение Торы. Если человек это делает, и это и есть эмэд, то это одно. А если он делает для чего-то другого, то эмэд здесь не будет. Это называется изучение Торы лолишма. Это не самый худший вариант, безусловно, это лучше, чем не учить Тору, но далеко не идеальный вариант тоже. Вот, поэтому давайте посмотрим на эти два пасука. Может быть, мы успеваем, а может быть и нет, немножко Гаона. Да, наверное, успеваем. Гаон говорит, послушай своего отца. У человека есть три силы, которые мангиги мато, которые от слова негига – это вождение, водитель машины – это негак. Мангиг – это тот, кто им управляет. Это отец, мать и раф. Это соответствует трём частям, которые есть в Торе. Тора Шебехтав, письменная Тора, Тора Шебальпеусная Тора и тайная Тора. Об этом сказано Рабо, кто такой его раф, это тот, кто научил его хохми. И об этом сказано, послушай своего отца. Отец здесь идёт, как тот, кто даёт сыну Тора Шебехтав, письменную Тору. Зей-эл-дэха, послушай своего отца, то есть послушай, услышит отца мудрость. Зей-эл-дэха, тот, который тебя родил. Это имеется в виду, здесь говорится, о садо Торе, о тайной счастье Тора, о Каболе. В Аль-Тибуске, Зикна и Меха. И пусть не будет пренебрегаема в твоих словах твоя мама, потому что она состарилась. Что значит мама состарилась? Это соответствует Тора Шебальпе, это соответствует Устаной Тора. Во всех этих элементах нету никакого, то есть в письменной Торе и в тайной части Торы, нету никакого минуса, никакой проблемы в том, что появляется понятие старости. Кроме Тора Шебальпе, кроме Устаной Торы. Что в Устаной Торе мы видим, что изначально Устаная Тора это Мишнаэс, Мишна, потом Гемора, потом Гаоним, потом Решоним, потом Ахроним. И каждый раз есть некий спуск. Разница между Мишной и Геморой, она очень большая. Гемора не может спорить с Мишной, она может только объяснять, что сказала Мишна. После Гемора Сабураим, Гаоним, это еще один-два поколения, которые являлись Решейшивот тех же Ишив, в которых находились Амараим. Но они уже только пришли объяснить и сформулировать точнее то, что сказано в Геморе. Следующий дарод, это дарод Решоним, первых комментаторов Талмуда, которые объясняют то, что сказал Талмуд, и приводят к Галаху, когда есть Махлокис в Талмуде, на основании кололей правил Псака, которые сама Гемора установила, и объясняют, как Галаха рождают Махлокисы на их статус несоизмеримо ниже. И, наконец, потом идут Ахроним, которые уже объясняют то, что нам сказал Талмуд, что сказали Решоним и так далее. И об этом сказано, пусть не будут пренебрежимы тебе Ахроним и Ахроне и Ахроним, последние из Ахроним, и не надо говорить, что их знания меньше, и без них у меня будет знание Тора Шибальпе, и без них у меня тоже будет знание устной Торы. Говорит Гаон, нет. Ты должен учить не только Мишну, не только Гемора, не только Решоним, но и Ахроним. То есть тех последних комментаторов, которые комментировали относительно недавно, потому что они приводят сворот и логику, с помощью которой ты можешь постичь, какую-то вещь, и без нее она будет неполная. Поэтому не скажи, что мама твоя немножечко старенькая, часть устной Торы, поэтому современную часть каких-то Ахроним, которые сейчас я могу и не учить. Нет, не говори о старости, и все эти вещи должны идти одинаково. Просто в письменной Торе, в Каболе нет такой вещи, которой ты бы сказал, что с каждым следующим поколением становится ниже. В устной Торе мы этого действительно все время говорим. Мы говорим, что каждое следующее поколение ниже предыдущего. И тем не менее, говорит Гаон Мивильна, что Шлом Амеллах призывает нас к тому, чтобы мы не пропускали объяснения Ахроним и Ахроне Ахроним, как кто-то. Самых последних из Ахроним, как кто-то исправляет гирсу Гаона, говорит, что там не Ахроним, а Ахроне Ахроним. Вот, Улай, царь Ихломар, Ахроне Ахроним, говорит, тут ссылка у меня. И человек должен попытаться охватить всю Тору целиком до самого конца. Приобрети истину и не продавай его, потому что в Торе есть четыре части. Пшат, ремеш, драж, сота, о котором мы много раз говорили. Простой смысл, намек, мидраж и тайный смысл. Пшады от Тора, едуэлыколь. Все люди знают Пшат Тора, то есть считаешь и понимаешь Пшат. Но ремес, намек, драж и сот, их знают, для того, чтобы их постигнуть, нужна некая егия, некоторое старание, некоторый труд, иначе их невозможно понять. Это не просто прочитать по сути. И об этом сказано. Ладат хохмо мусар, лавина мрия бина. Это тоже цитата из начала книги Мишли. Для того, чтобы познать хохмо и мусар, и для того, чтобы понимать высказывания бины. Это три вещи, которые упомянуты. Пшутэ и Гатора, они называются эмэт, они истина. Потому что в них есть стопроцентная истина. Это то, о чем сказано эйн микрея цемьеда и Пшуто. Что пасук никогда не теряет своего простого смысла. И от этого Пшата, от него, в него, в этот Пшат, одевается намек, драж и сот. Все остальные три уровня Тора. Слово Пшат, как в другом месте Гаон пишет, слово Шат, от слова Лиит Пашет, распространяться. Из него, из простого смысла, распространяются четыре уровня познания Торы. И все это для того, чтобы понять Пшат, поскольку одно дополняет другого. И я видел, что Гаон пишет, что есть места, где невозможно понять Пшат, не поняв драша, сода. Потому что просто Пшат есть, но он растет, раскрывается через Медрашим и через Садо Тора. И это понятие Эммет, что несмотря на то, что он Пашут, он очень простой. И тебе не требуется стараться, чтобы его понять. И он также известен всем. Тем не менее, ты должен этот Пшат пройти и приобрести его. Сделать ему киньян, он должен был стать основой Торы. И кроме этого, хохма Мусарабина, это еще три вещи, которые нельзя от них отказаться, нельзя их продать. Это драж, ремис драж сот. Это намек, мидраж и тайный смысл Торы. Это хохма Мусарабина, так он их называет. И несмотря на то, что тебе надо очень сильно вкалывать работы для того, чтобы их постичь, несмотря на то, не продавай, не отказывайся им от них и учись по хинам, без всякой пользы для себя в этом мире. Учи, потому что это и есть Эммет, это и есть та часть Торы, из которой состоит вся Тора. Таким образом, мы прошли до 23-го посука, включительно, этот кусочек. Ибо из Радошем в следующий раз двинемся дальше. Всего доброго, спасибо, до новых встреч в эфире.